Врач для каждой семьи Ваши вопросы ответят начальник отдела охраны здоровья Шурыгина Наталья Николаевна и заведующий поликлиникой СМСЧ-5 Скорик Владимир Александрович. Мы обращаем ваше внимание, что вопросы можно задать заранее по телефону 236-21 в будние дни с 10.30 до 17.00 или оставить ваши вопросы на нашей страничке в Фейсбуке. Мы уже получили первые 10 вопросов, ждем еще. Напоминаю, 21 сентября в 19.00 прямой эфир. Кожної третьей недели вересня в Украине визначается День Батька. И хоть это свято совсем новое, с каждым годом оно набывает все больше значения. Адже роль батька в семье надзвичайно важлива и ответственна. Центр социальных служб для семей детей и молодых хочет выказать свою подяку, выказать свои щирные слова, вдячность тату-сам, с которыми мы работаем. Спасибо за все за все, как вы относитесь к своих детей, как вы управляете своими семьями. Сегодня мы собрали незвичайную категорию. Мы работаем с разными людьми, с разными семьями. Это и участники антитерористической операции. Это и внутренние перемещения особи. Это и деду-си-опекуни, спільно с службой «Працюемо в справах детей». Это, ну, деду-си-бабу-си, но сейчас про деду-си. Это, звичайно, и тату-си, которые выховывают своих дедушек одни. Так сталося, что они выховывают одни. Поэтому, звичайно, хочется сегодня всем подякувать, что нашли хвилиночку, пришли до нас. Это очень-очень приятно и тепло. Мы собралися тут от сердца. Я надеюсь, что у нас такая гармония будет, такая от сердца протягом всего вечера. В доброзвичлого святковой атмосфері відбулося душевно открытое спілкувание. Батьки та батьки-батьки, тобто деду-си, згадывали про свое дитинство. Кожен розповів про свого тата, своє ставлення до нього, про те, що навчив робити татусь. Валерій Нікхельман розказав про свого батька, який нині живе у Німеччині, і виконав пісню на згадку про нього. Всі присутні діти залюбки малювали своїх татусів, а ті потім старалися віднайти свої портрети. Згадуючи дитинство, чоловіки зробили з паперу літаків, а дідлаки влаштували справжній пара цих паперових моделей. І потім же відбулося справжнє авіамодельне змагання. А чарівна ромашка подарувала кожному татусеві приємні компліменти, які настільки були влучними, що неодноразово зривали шквал облесків. Мета таких заходів – змінити в Україні стереотип про другорядну роль батьків у вихованні дітей, адже для дітей одинаково важлива роль обох батьків. День батька – відмінний привіт нагадати про це, а також провести його в дружній обстановці разом із сім'єю та найближчими людьми. Поряд з турботливим батьком завжди лагідна мати. Саме такою уявляють свою щасливу родину усі діти. Я не буду казати, та знай, ми плукаємо між світами, але там, де у неба є край, шути пісню моєї мами. Я не буду казати, та знай, ти у мене одна єдина, тільки ти чекай. І, як водиться, у кожній українській сім'ї родинне чаювання з різними смаколиками і величезним тортом. Зі святом вас любі та тусі. Щиро вам вдячність і найкращі побажання. Футбол. Один із самых популярних видів спорта в Україні. В нього грають і взрослі, і діти. У славутичих дітей в прошлом отменний успех, і вони були чемпіонами України. Виїгровали неоднократно областні турніри і міждународні. Причем не тільки в Славутичі, але даже за рубежом – Беларусі, Литві, Естоні. Але приходить время, і ребята вирастають. І нужно собірать нові команди – будучих чемпіонів. Комплексна детско-юношеска спортивна школа Славутича приглашає в секцію футбола юних славутичан. Ми просматриваємо всі возраста. Да, даже приходять вже практично старшеклассники. Якщо хто-то раніше займався, хто-то де-то які-то були в нюансах, бросав, був, возвращається. Ну і, естественно, младші возраста всі набираємо. Начинаючи з дошкільного возраста. Перші, вторі класи, третій і пішли далі. Всі просматрюємо, всіх нікому не відмовляємо. Звісно, футболістами все не стануть, це однозначно. Але я думаю, що прививаємо такий колективний дух, товарчество, соревновательність. Тобто, постоянно якісь якісь соревновання, фізичне, звісно, розвиття. Ну, прививаємо любовь в футбол, футбол остається на всю життя. Вони вже, даже якщо і не будуть футболистами, вони все равно будуть играти там для себе, на себе. Да, просто для свого удовольствия. А це підтримує їх як фізичну форму в любому, де бы ти не работав, де бы ти не учився. І все равно ти будеш бігати і будеш держатися в формі. Много в нас грає за десну, за юність старшекласників. І з цих пацанів вже починає тут, нескільки чоловік виходить, ну, грає за десну. Потім два моїх виспитанника, які зараз виграли область, ушли вже в інтернат в Київський. Тому вже... Хто, да, хто где-то розвивається, хто, як говориться, підтримує нас з родителі, хтось заинтересений в цьому. Мы, як говориться, не підтримуємо никого. Якщо видим, що ребенок вирос, перерос цю команду, ми іщем його к teamwork. Где-то сильнее клубы. Я так понимаю, что даже иногда вы ездите на чемпионат Украины, чемпионат Киевской области, вы выезжаете в разные города, то есть своеобразное путешествие ребенка? Конечно, да. Это интересный круг общения и разные города, и для детей это интересно посмотреть. Если вы заинтересовались секцией футбола, то вам стоит обратиться? Детская юношеская спортивная школа. Любой на стадион подходит. ФОК, да. ФОК подходит дежурный, все знают, там телефоны есть. Наши лучшие юные футболисты уже даже играют и за Десну, и за Шахтер. За Десну играют практически начиная с 2005 года. Сегодня заявили одного, с 2004 года один играет, и пошло там еще, и старший тоже играет. Да, они играют уже на чемпионат Украины. Там уже, конечно, уровень другой немножко соревнований. А если нужно, тренер может и в дневник заглянуть. Дневники проверяем и смотрим, где-то какие-то идут наказания. Как бы ты играл, не играл, а должен обязательно хорошо учиться. Итак, если вы мечтаете стать футболистом, или просто хорошо научиться играть в футбол, или просто завести новых друзей, КДЮ США приглашает. Свободного времени будет меньше, но зато интересно. С началом нового учебного года комплексная детско-юношеская спортивная школа Славутича проводит набор девочек и мальчиков для занятий спортом в различные секции и отделения. Наша съемочная группа побывала на тренировке по тяжелой атлетике, где гостеприимно нас встретил тренер Юрий Петрович Каленский. Тяжелая атлетика – это вид спорта, которым я занимаюсь всю жизнь. Поэтому она для меня, вы представляете, что это, наверное, сама жизнь. Говорить о том, что это для меня самый любимый вид спорта, тоже излишне. Поэтому ежегодно, пользуясь случаем, вы приходите, и спасибо вам за это, что пропагандируете наши виды спорта. Пользуясь случаем, хочу пригласить мальчиков и девочек, потому что тяжелой атлетикой занимаются не только мальчики и девочки, возраста 10-13 лет, то есть 2005-2008 года рождения. Приходить в Белгородский ФОК заниматься тяжелой атлетикой. Кто хочет быть сильным, стройным, крепким характером, мы ждем вас. Запись производится с 15.30 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, до 21.00. Телефон 2-65-38. Занятия проходят на отделении тяжелой атлетики детско-имношеской спортивной школы Славутича на базе Белгородского ФОКа. На отделении нашем ФОКе тренеры работают, два тренера. Это Зубец Геннадий Сергеевич, воспитанник, кстати, тяжелой атлетики города Славутича, мастер спорта Украины. И я, Каленский Юрий Петрович, мастер спорта СССР. Конечно, тяжелая атлетика – не простой, но результативный вид спорта. Это красивое и здоровое тело. Волевой и сильный характер. Умение постоять за себя и защитить других. Воспитание с детства настоящих моральных качеств. И умение дружить. Мне очень нравится ходить. Поднимаю уже около 24 килограммов. Очень успешно выступаю, мне очень сильно нравится. И я буду продолжать ходить сюда и буду ходить. Ты сюда пришел заниматься, потому что папа так захотел или тебе самому захотелось? Сначала я не хотела, но потом я поняла, что надо, и то, что мне это нравится. Вот теперь занимаюсь. Хожу также еще и на танцы, и на гитару. Так, то есть ты столько всего совмещаешь. А скажи, пожалуйста, вот что ты можешь сказать про тренера? Какие у тебя тренеры? Тренеры очень хорошие. Они, если ты что-то неправильно делаешь, то они всегда поправят, помогут. Если тебе, например, тяжело или что-то болит, они тебе скажут, что делать правильно. Они очень хорошие. Сейчас для тебя тяжелая атлетика что означает? Для меня это быть сильным и здоровым. И быть, то есть, к всему готовым, например, когда я вырасту, то есть нужно защищать людей. А как давно ты здесь занимаешься? Года три. Ага, ну если года три, значит тебе нравится. Вот хотелось бы узнать, что именно тебе нравится? Все, качаюсь, занимаюсь, занимаюсь спортом. Ну вот если вспомнить Кирилла три года назад и увидеть, какой он сегодня, что-то произошло, как-то ты изменился? Что изменилось тебе? Вытянулся, вырос. В характере ты стал сильнее? Да. Насколько сильнее? Значительно. Значительно сильнее. Тренеры хорошо помогают, становятся легко. Со временем привык уже. Уже не так тяжело. Думаю, дальше буду заниматься. Все будет хорошо. В будущем как-то собираешься с этим связать в свою жизнь? Хочешь быть чемпионом? Да, хочу. Что для этого будешь делать? Все возможное. Сильные, здоровые, смелые, красивые, уверенные в себе и своих силах. Качества, присущие настоящим мужчинам. Хотя этот вид спорта уже давно стал любимым и для представительниц слабого пола. Тяжелая атлетика, она сама за себя говорит, наверное, для сильного пола. А вот как девочке, не будет им вредно? Нет, абсолютно не вредно, тем более на начальных этапах подготовки. Потому что дети приходят 9, 10, ну 9 редко, в основном 10-11 лет. И они, естественно, начинают делать, как мы в школе начинаем писать крючочки, так они здесь начинают простейшие физические упражнения. То есть наша задача первых годика, чтобы они втянулись в режим, потому что сложно в 10 лет и школа, и здесь они втянулись в режим. И укрепляли постепенно все группы мышц. Потому что, ну, ослабленные в основном мышцы спины, нужно подтягивать какие-то группы мышц. А мы здесь даем разностороннюю подготовку. Возможности у нас есть. Вот. У нас и настольный теннис, то есть кроме тяжелой атлетики, кроме изучения техники рывка, толчка, соревновательных упражнений, есть у нас еще много тренажеров, гантели, гири, канат, кольца, груша, настольный теннис, бадминтон. Поэтому возможности широкие. Здесь у нас рядышком есть сетка, где мы можем футбол играть, когда тепло. Поэтому возможности для разносторонней подготовки полные. И тем более в нашем городе уникальные условия. Мы живем в условиях, где нет транспорта, далеко добираться не надо. Это в условиях сборов просто все происходит. Другие дети в других городах могут только мечтать об этом. А мы это имеем. И это надо ценить и пользоваться этим. Тренировки у нас каждый день, шесть раз в неделю. В понедельник, вторник, четверг, пятница силовые тренировки. Среда, вот как сегодня вы наблюдали и снимали, у нас или игровая, или упражнение общей физической подготовки, упражнение на развитие быстроты, ловкости, прыгучести. И в субботу у нас, когда открывается бассейн, мы ходим в бассейн. Вот такая разносторонняя подготовка. Поэтому, пользуясь случаем, приглашаю всех и мальчиков, и девочек. Кризис порта интересный. Когда человек начинает заниматься, он втягивается, ему становится интересно, цель перед собой ставит и идет к этой цели, достигает, потом следующая цель, втягивается и побеждает. В конце концов, становится сильным, здоровым, красивым и умным парнем. И девочкой. Приходите в Белгородский флок. Там очень хорошие тренеры. Там вы получите очень много знаний, будете сильными, здоровыми, будете всем защитять. И, может быть, станете в будущем, если будете хорошо заниматься, может быть, в будущем станете тренером. Или чемпионами. Ну, может быть, чемпионами. Ребята, приходите. Здесь хорошо, ничего плохого в этом нет. Тренера помогут. Вырастите, станете спортсменами, будете чемпионами. Бокс. Яркий, зрелищный вид спорта собирает у экранов и возле ринга миллионы болельщиков по всему миру. В Славутичи бокс был одним из первых видов спорта, которому уделяли большое внимание. И даже сегодня славутические боксеры приезжают с различных соревнований с дипломами и медалями. Когда мы пришли в московский фок, ребята только что приехали с открытого международного турнира по боксу в Вишневом. И, как видите, не с пустыми руками. Приятное зрелище. А оценку славутическим боксерам, участникам турнира, дает тренер. Боксировали хорошо. Начало сезона, тем более. Отбоксировали неплохо. Турнир организовали в Вишневом. Уже международный такой, действительно. Были страны Ирландия, Германия, Венгрия, Италия и Прибалтика. Ну и Украина, естественно. 150 участников. Но что только они в два дня проводили, что тяжело. Первый день закончили в 12 часов ночи боксировать. Все с медалями по четверкам, как бы было, что разбивали два дня турнир по четверкам. Но все в финал вышли нормально. Поехали перед областью побоксировать. У нас сейчас уже 15 числа чемпионат области по юниорам, а потом 20 уже по юношам, по младшим. То есть две области уже в сентябре сейчас. И пока пришедшие на тренировку спортсмены готовятся, мы пообщались с призерами турнира. У Алексея опыт боксерский пока еще небольшой. Я занял второе место. Почему второе, а не первое? Ну, противник был трудный. Да, и надо физуху. Физически надо побольше? Да, больше физической подготовки надо. Ну ты уже понял? Да. Но с другой стороны, он проиграл чемпиона Украины. У Щукина Дениса опыт побольше, поэтому и первое место. В финале попался Ирпинский. Ну, ниже меня ростом. Ну, да, ниже меня ростом был. В первом бою было сложнее всего, потому что я бился с германцем. С немцем? Да. Ты выиграл? Да, выиграл. Дом Нинмарк тоже имеет приличный опыт и неоднократно побеждал на различных турнирах. Понятно, опыт – вещь решающая, поэтому тоже победитель турнира лишнего. Ну, поначалу было трудно, а потом легко. Ну, судя по многочисленным флагам на ленточке, значит, там были иностранные боксеры. Да. Тебя с кем-то из иностранцев ты встречал? Противник из Венгрии. Из Венгрии был? Да. Ну, Венгрия – боксерская страна. Ну, как? Да, получилось. Получилось? Да. А в финале с кем встречался? С противником Чернигова. С Чернигова? Да. С соседей? Да. Фактически. Ну, и как? Просто было. Просто? Во втором раунде технический нокаут. Технический нокаут, да? Да. Молодец. Ну, а ты вообще надеялся, что после того, как победил у Венгрии, что в финале ты победил еще так вот просто? Или ты думал, что дальше будет еще более сложно? Нет, после этого боя я думал, что только проще будет. Самый тяжелый противник. То есть это самые серьезные соперники? Да. И традиционно осенью, когда из США проводят наборы в различные секции. В секцию бокса тоже. Ну, сейчас и набираем юношей с 7 лет, и девочек тоже с 7 и старше, потому что уже олимпийский вид спорта, женщины и девушки боксируют. У нас уже в Украине проводится и по девушкам, и по юниоркам чемпионат Украины. Проводится уже Европа, мир, ну, уже как олимпийский бокс был у мужчин, а сейчас уже у женщин то же самое почти. Поэтому набираем. Что ты гарантируешь родителям? Будут здоровые дети, то это, если будут тренироваться, здоровые, сильные, меньше за компьютером будут сидеть. И еще и с медалями. Ну, как будут тренироваться и с медалями, конечно. И несколько слов о нашем московском ФОКе. Тренировочный ФОК – один из лучших в Киевской области. Может, именно поэтому словучанин Станислав Скороход на профессиональном ринге сейчас продолжает выступать и имеет приличные достижения. Так что, поклонники бокса, мы приглашаем вас в московский ФОК. 2-25-77 – это рабочий телефон московского ФОКа. Там все расскажут. Звонить лучше после обеда с 14.00 и до 9 часов вечера. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Соскучились славучане по настоящему театру. 14 сентября очередь в кассу и много зрителей перед ходом киноконцертной. Такова реакция славучан на приезд Черниговского областного академического украинского музыкально-драматического театра имени Шевченко. Артисты приехали с Кайдашовой семьей по повести украинского классика Ивана Семеновича Нечуй-Левыцкого. Повесть написана 140 лет назад по материалам повседневной жизни украинского крестьянства, раскрывающая его основные черты – индивидуализм, стремление жить отдельно, самостоятельной жизнью. Смех со слезами – отличительная особенность украинской литературы. Это и увидели славучане. Было несколько блистательных ролей, даже выход артиста сопровождался аплодисментами. Показалось, что сцена киноконцертного для массовых сцен была даже несколько маловата. В эпизодах свадьбы и раздела имущества на сцене собиралось более 30 актеров сразу. Мне кажется, это рекорд для Слаутича. Громкие аплодисменты в конце, обсуждение после спектакля – все это говорит о том, что этот вид развлечений славучанам очень нравится и цены тоже. Будем надеяться, что театралы и в дальнейшем будут получать удовольствие, не выезжая из нашего города. А к нам будут приезжать театры и из Чернигова, и Полтавы, и Киева. До новых встреч, говорили славучические театралы, прощаясь после спектакля. Слаутич с каждым днем может быть и красивее, и ярче, и привлекательнее. Если мы сможем объяснить нашим вандалам, что их невинные шалости и развлечения не только раздражают славучан, но и ухудшают комфорт в нашем городе. Около нашего котлована во время фестиваля урбанистики появились новые, необычные, интересные сооружения. Гнездо кукушки, столы и лавочки около нового фудкорта. И вот прошло чуть больше трех месяцев, и на этих местах мы увидели изуродованную площадку для фудкорта, поломанные сидения, а от гнезда кукушки осталось два бревна. Остальные валяются на дне котлована. А ведь это конструкции, которые могли бы послужить славучанам, ну скажем, на Зосе или на других праздниках или мероприятиях. Но у кого-то проблемы с головой, и энергия бьет через край только в сторону разрушения, а не созидания. Понятно ведь, разрушать куда проще, и для этого особо много мозгов не нужно. Причем происходит это наверняка в компаниях. Неужели среди них нет людей разумных? Или опять надежда только на полицию и наказание финансами засовершенное? А если хотя бы немного подумать, господа вандалы, это же удобство и для вас? А для этого нужно мозги иметь. А у вас их нет? Тогда сложно. Обычно День города Чернигово и фестиваль Зосе совпадают по срокам. В этом году День города Чернигово будет в эти выходные, а Зосе – на следующее. 21 сентября в пятницу в Чернигове торжественно откроют обновленную аллею героев, реконструкцию которой продолжалась в течение последних месяцев. Всех ценителей музыки на Красной площади в пятницу в 18.00 ждут академические симфонические оркестры. Изюминкой пятницы будет выступление фольклорного коллектива «Hudaki Village Band» – фольклорный коллектив из Закарпатского села Нижнее Селище. Интересно, что в 2010 году этот коллектив был назван лучшей фолдруппой Европы. ПЕСНЯ ПЕСНЯ И главный праздник 22 сентября в субботу – парад ведущих военных оркестров со всей Украины, также на Красной площади. В этот же день жители города, а также гости могут увидеть финал открытого конкурса фестиваля Чернигов. ЗБ с начала в 16.00 и в завершении в 19.00 на главной сцене праздника. Подарок черниговского городского головы Владислава Атрошенко. Будет выступать Дан Балан и Верка Сердючко. Начало в 19.00. Приятного отдыха в Чернигове, славучанин. До начала юбилейного 25-го международного фестиваля детской демократии телевидней прессы, а также творчества, остается только 8 дней. А первые гости приедут к нам уже 27 сентября. В течение этой и следующей недели вы увидите новый проект «Зося Ретроспектива». Так, в частности, в этот четверг, место новостей культуры, вы увидите лучшие страницы из дневников фестиваля 1995 года. Они спеши нам в спину стрелять, А это никогда не поздно успеет, А лучше дай нам дотанцевать, А лучше дай нам песню допеть, А лучше дай нам дотанцевать, А лучше дай нам песню допеть. Одно из первых интервью автора гимна фестиваля «Зося» Сергея Котовского. Фрагмент из интервью известного журналиста Константина Грубича, который неоднократно был членом жюри телевизионного конкурса фестиваля. Конкурсную работу молодежной редакции из Бердянска. Почему люди врут? А я еще начальнику начальников скажу, чтобы не врал, А то папа смотрит на него и тоже врут. А я не хочу, чтобы мой папа врал. Я люблю папу, и он меня любит, И он мне купит большой мяль. Я же не буду больше говорить неправду, Я буду всегда-всегда говорить правду. Врут, потому что боятся, А я не боюсь совсем-совсем, ни капельки. И, конечно, фрагменты из концертных программ участников ЗОСИ. Кроме того, в четверг вы увидите и первую короткую программу о ЗОСИ, которая была подготовлена для презентации в ЮНИСЕМ. Не успевают пожелтеть листья на деревьях, как в самом юном городе Славутича, начинают золотиться множество детских улыбок. Четыре года в начале осени проходит фестиваль детского творчества, телевидения и прессы «Золотая осень Славутича». На несколько дней жизнь жителей маленького провинциального городка на севере Украины переворачивается с ног на голову. А началось все в 1994 году, когда на первый фестиваль приехало около 350 участников из разных городов бывшего Советского Союза, которые посадили первое дерево безграничной дружбы детей разного возраста из разных стран. А с 27 сентября Зося придет на наши улицы, центральную площадь, киноконцертный комплекс, дворец детей и молодежи и, конечно, на наш телеканал. Новая юбилейная Зося. А какой интересный концерт ждет вас 29 в субботу, но об этом пока не будем, чтобы не сглазить. Наши новости после выхода на телевидении смотрите на YouTube-канале «Славутич подчеркивание лайф» или в Facebook-е «Медиадом Славутич». Субтитры подогнал «Симон»